доброго дня с вами я ирина василаки мы продолжаем разговор про пассивное поведение как же она проявляется во взрослой жизни как же его распознать ну представьте себе ситуацию когда человек должен сдать отчет написать реферат статью книгу выполнить какое-то задание но он говорит вот я знаю я знаю что это надо сделать я знаю что мне надо 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 сделать но я перекладываю бумаги хожу по кабинету поливаю цветы разбираю файлы в папках звоню с кем-то разговариваю делаю абсолютно все но только не то что мне нужно сделать сейчас ситуации когда родители восклицают но что делать с ребенком ну что такое он будет ходить несколько часов он будет ходить на кухню и ванну он будет пить есть приставать с разговорами к домашним теребить собаку кошку но не сядет делать выполнять вниз но не сядет выполнять уроки ну знает что пока не выполнит уроки не получит телефон ну что проще но выполнить будь свободен растягивает это выполнение на несколько часов он что не понимает он что над нами издевается готовность к зачету экзаменов последнюю минуту каждый раз находятся какие-то дела которые отвлекают меня от этого обещаю себе что следующий раз не буду тянуть до последней минуты откладывать но тяну и откладываю вы знаете мне предложили новый проект перспективный вот именно таком я и мечтал не мечтала мне такой и хотелось работы заняться и надо расписать бизнес-план ждут а я занимаюсь всякой ерундой ведь надо сесть и написать издать я же этого хочу но что-то останавливает каждый день говорю себе о том что надо это сделать намечаю в своем расписании время для этого но не делаю если вы сейчас скажете что это про лень то ошибетесь это про пассивное поведение пассивное поведение которое можно выразить форму делаю но не то что надо почему а потому что нет рядом мамы папы бабушки дедушки воспитатели учителей которые скажут мне что надо во всех этих ситуациях присутствует суетливости возбуждение энергии тратится на второстепенные дела и мысли о том что надо сделать намечены а потом усталость почему так происходит потому что поведение пассивное поведение сформировалась в детстве или в подростковом возрасте и закрепилась суетливость от того что было много кружков много каких-то занятий и родители все время говорили не успеешь давай вот сюда а потом сюда нам надо еще сюда а тебе еще нужно вот это сделать а тебе вот это а тебе вот это не было завершение каждого этапа когда получаешь результат наслаждаешься этим результатом отдыхаешь для того чтобы приступить к следующем я устал я не хочу плачет ребенок а ему говорят не плачь нечего тут слезы свои показывать отвергая его чувства и в то же время говоря о том что это неправильно а говорят следующими словами надо трудиться развиваться а то бездельником и бездарным вырастешь и вот суетиться человек не приступая к своему основному действию не сиди без дела займись делом и он суетится и он действительно делает но совсем не то что надо данный момент моей практике была история когда женщина приняла решение развести с отцом собственного ребенка а ребенок был особенно особенное развитие только потому что оставалось вместе что когда папа оставался с этим ребенком наедине то они сидели в тишине они могли каждый заниматься своим делом если гуляли то папа был просто наблюдателем чтобы не было никакой опасности для ребенка если ребенок о чем-то спрашивал папа отвечал если нужно было обратить внимание папа ненавязчиво на это обращал внимание позволяя ребенку самому увидеть подумать размыслить и сделать какие-то выводы и маму это не устраивало потому что в ее понимании необходимо все время заниматься 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 он должен одно дело сменять другим 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 наступало истощение ребенок капризничал уставал и результат был не тот который хотела мама но она думала что результат такой неудовлетворительный потому что папа теряет время и папа не занимается с ребенком вот такая ловушка в которую попала эта женщина а ребенка у ребенка возникает тревожное состояние из-за такой смены деятельности из-за того что он не насыщается и не видит результат и вот этим результатом и насыщается он не видит благодарности со стороны родителей восхищение за то что он это делает и поэтому когда он вырастает он не приступает к новому делу зная помня помня о том что когда он в детстве что-то делал после этого радости не было а после этого начиналось новое дело что можно здесь предпринять если вы заметили у себя вот что-то схожее или же подобное в поведении ваших близких успокоиться прежде всего сказать себе то есть управлять самим собой успокойся сейчас вот здесь и сейчас возьми и сделай хоть что-то для своего проекта вот сейчас возьми и сделай и подбадривая себя дойдите до результата и насладитесь этим результатом если на этом пути вам одному будет трудно и тревожно я приглашаю вас в этот путь вместе этот путь пройти вместе пассивное поведение можно изменить можно его размыслить и сформировать новое поведение но это труд вот как дорога по которой надо будет идти и на этой дороге встречаются и камушки и ямочки и дождик и солнце всего доброго с вами была я Ирина Василаки